В это воскресенье активный отдых любому другому предпочли более 4 тысяч человек. Для Самарского международного марафона на Кубок главы города это рекордное количество участников. Огромное спасибо, что сегодня с нами, дорогие самарцы. Добро пожаловать в гости города. Я понимаю, что не все могут быть победителями, но все могут получить удовольствие от бега, от общения друг с другом, чего я вам от души желаю. Успехов вам, радости общения, получения удовольствия от спорта и от того, что вы сегодня здесь все на нашей замечательной Волжской набережной. Удачи! Это сплачивает наш город, людей, молодежь, так скажем, и привлекает к спортивным мероприятиям, к активному образу жизни. За звание лучшего можно было побороться на нескольких дистанциях на 42, 21, 10 и 3 километра. Конкуренцию обычным любителям бега составляли профессионалы, причем иногда всероссийского уровня. Я попробую показать результат выше вашего рекорда, но не обещаю, потому что может быть ветер. Спорт – это же лотерея, в любом случае может быть ветер, может быть жара. Самый длинный маршрут занял около четырех часов, он проходил по исторической части города. Пробежать мимо Струковского сада, театра драмы и площади славы решили и сотрудники телерадиокомпании «Губерния». «Губерния же традиционно принимает участие в таком празднике, в спортивном празднике, поэтому мы очень рады, что мы здесь, как еще и участники, как партнеры». А после взрослых стартовали юные спортсмены, всего их было около 600. Нижней планки у возраста не было, но самые маленькие бежали с родителями. «Небывалое количество детей, сами видели, что творилось, но мы справились, детишки довольны, получили классные медали, заряд бодрости. Вся Самара побежала, я думаю, что эта тенденция будет еще только увеличиваться и увеличиваться, поэтому ждем всех на этом событии». На финише всем участникам марафона достались уникальные коллекционные медали. Дарья Зотова, Сергей Павлов, Новости губернии. Следующий, следующий. КОНЕЦ